Многие на этом и останавливаются, и тратят целые жизни на изучение того, как же этот мир устроен. Есть даже целые специальные люди, называются философы. Они целую жизнь изучают, в чем смысл жизни. И вот я изучал просто очень долго этих дядек, и в общем все эти дядьки пришли к одному выводу. Смысл жизни, его познать нельзя, в общем. Они столько столетий изучали данный вопрос, что пришли к такому интересному выводу. Опять же, собственно говоря, для чего они это делали? То есть они потратили огромное количество сил и ресурсов, написали много книжек, которые, почему я перестал в свое время изучать философию, которые все приводят к тому, что смысл жизни есть, но нам он непонятен. Но каждый из них говорит, что я шел таким путем и рассказывал, какими он буераками к нему двигался, какие вещи он познал на этом уровне. А все по одной простой причине, что в какой-то момент эгоизм человека дошел до той степени, что началось отрицание опыта предков. Когда человек сказал, что я венец эволюции, и я знаю лучше, как в этом мире, что делается, чем мои дедушки или бабушки, или к чему нужно стремиться. Особенно вот в наше время это наблюдается 100%. Вот уже, наверное, я расскажу о тех поколениях, которых я видел, потому что мне сложно судить о том, что я не видел. По крайней мере, поколение моих родителей и мое поколение 100% воспитывалось, будучи уверенным, что оно совершеннее, чем то, что было для них. Что это новый этап, более совершенный, с лучшими знаниями. Причем иллюзия такая создается замечательными академическими знаниями. То есть, когда человек, ой, а вы уже в школе изучаете то, что мы еще в институте, грубо говоря, не изучали. Но это никак. То есть, все эти знания, простые знания о физическом мире, да даже о духовном мире, они не могут развить качество в человеке. Качество в человеке развивается только, когда человек взаимодействует с окружающим миром. То есть, чтобы человек проявил сострадание, должно возникнуть какое-то страдание. После чего он должен проявить альтруизм. И в этом страдании, когда ему и так не очень хорошо, отдать больше другому, чем оставить себе. И тогда развитие происходит.